Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по Вибройзу. Трэго! А мне семечек! А мне! Ребятушечки, всем здравствуйте! С вами расхититель помоечки и Залутник Диме. В этом видео Димечки не будет, потому что он вообще только по ночам начал сейчас лутаться. Но ничего страшного, ставьте лайк на это видео, чтобы Дима Залутник начал со мной лутаться днем и выходили с ним видосы. Всем приятного просмотра, в этом видео вы увидите, как я деру помойки как гиена. И помоечка очень сытно порадовала. Легендарный ролик, от вас легендарный лайк, коммент под видосом и всем приятного просмотра. О, буреночка. Опа, вы нос с хаты. По-любому я вижу там. Почел, потихонечку, так аккуратненько. В бак запрыгиваю и беру свое. А что я беру, ребят? Вот такие вот колоночки. Для ноутбука от бренда Perfeo. Perfeo. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребят, насколько я понимаю, это скорее всего какой-то фонарик с крышечкой. Это подсвечник вот такой. Нифига себе. Такое я никак в жизни не находил. Обалдеть. Это интересное. Ну, это вот, это не факт, что купят, но можно взять. Терка. А, кусочек от нее. О, браун, ребят. Депилятор с блоком питания браун. Не работает, но может просто сел. Сейчас надо пакетик подобрать для находок. Нифига какой прикольный коверчик вязаный. Ребят, вот думаю, может забрать такой ковер интересный. Так-то он просто пыльный, а в целом целый. Может его купят. Он прям, ну такой, не обоссанный даже. Интересный коверчик. Думаю, заберу. Такой интересный лот будет на барахолке. Вот прям интересно, купят такое или нет. По сути, ковер просто пыльный. Я думаю, его рублей за 500 по-любому купят. В пленном комментарии. Ребят, я просто сейчас пока на помойке сидел и думал по поводу вот этой вот тумбочки. Брать ее в гараж, не брать, чтобы в нее складывать всякую фигню. Человек, он на коляске уже ушел, на тачке такой, вывез сейчас вот такую, такую вот благодать. Охренеть, ребят. Это зеркало, оно чуть треснуто. Посмотрите, смотрите, какое оно. Ребят, посмотрите, какое оно. Это же, ребят, церковное. Охренеть, оно из металла, алюминий. Оно треснуло вот здесь. Но это ничего страшного, ребят. Охренеть, какое зеркало шикарное. Такое, я думаю, очень дорого стоит. И посмотрите, что еще. Так, это коробка. О, кстати, я то о зеркало это засуну. И вот такие вот штуки. Это же коврики вроде в машину. Это мне капец как пригодится. Это я тоже заберу. Это коврики в машину на пол стелить. Такие шикарненькие, вообще хорошие. Да, они хорошие. Вот так вот забираю. Нифига себе. Тут вот тоже он что-то высыпал. Вот такие вот надувные штуки. Возможно, они даже не пробиты. Вот такой жилетик, надувной круг. Да, оно вообще, ну, это живое. Оно не спускает ничего. Я это все заберу. Нифига себе. Охренеть, находочки подъехали. Ну, вот это зеркало. Блин, по идее, можно вот это вот все как бы отклеить. Made in Italy. Ребят, Made in Italy написано. Охренеть. Нет, ребят, Italy, Made in Italy везде вообще написано. А что за фирма его произвела? Если вам интересно такое вот, да, можете в мою группу зайти в ВКонтакте по ссылке в описании и купить. Я на стену выложу. Оно из алюминия сделано. А зеркало при желании можно поменять. Переклеить это на другое. Либо вот тут каким-то чем-то закрыть, допустим. Квадратик этот, да. И все обалденное. Я все вот эти надувные штуки забираю. И смотрите, что я тут нашел. Что тут еще вывалили. Много всяких елочных украшений хороших прям. Вот. Очень много новогодних игрушек вывалили просто с тележки. Но самое интересное это вот это. Это какой-то вот прибор. Я не знаю для чего он. Но такой весистый. Возможно пульт управления. Смотрите, достается. Охренеть. Что это? Акварайт. Модель AQR-LT-E. Вот столько оно стоит. Что-то это CF. CF. Скорее всего управление. Управление, скорее всего, какого-то бассейна. Потому что от слова Аква. И вот тут вот охлаждение радиатора. Скорее всего это что-то дорогое, ребят. Какие-то вот для бассейна, наверное, штуки. Охренеть. Надеюсь, оно работает. По-любому дорого. Сто процентов. Прям в коробке. Ребят. Вот эта помоечка загородная вообще радует. Я вообще никак не ожидал сейчас тут что-то найти. Вот еще какой-то датчик. Тоже можно взять. А вот от него крышка. Да? Да. Смотрите, крышечка от него. От этого прибора. А, инструкция, ребят. Highway Ward. Кстати, европейское что-то. Вот прям есть инструкция от него. Охренеть. Что же это такое, ребят? Вот вы первые узнаете, что это и сколько это стоит. И это без понятия. Уже видос, когда на этапе монтажа будет, только тогда я узнаю цену этого. Либо если сейчас сяду, загуглю. Обычно я так не делаю. Так. Забираем елочные украшения. Вообще топ. Мы, если честно, ребят, приехали сейчас просто снять рекламу для моего ролика. Вот Дима, оператор, помогает снимать. И тут такой вынос шикарный. Прям вообще круто. Кэшбэк, так скажем, от помоечки мне залетел. Набил прям целый багажник находками. Блин, надо было к этому мужику подойти и спросить, может у вас еще что-то есть. Мы бы прям сейчас подъехали и все позабирали. Что там есть? Потому что я так понимаю, он вынос из хаты, он елочка с фонариками. Нифига себе, ребят, это просто топ. Вот эта штука, это топ. Вообще как новая. От бренда Еси Маунт. Или не? Авионаут. Авионаут. Стоит вот столько. Это для младенцев. Машину. Видно прям качество, ребят, топ. Но это мне уже не надо, у меня дочь подросла. Вот уже подушечка какая-то. Тут посмотрите, какие елочные игрушки шикарные. Охренеть. Я домой все позабираю. На следующий Новый Год будем елку наряжать. Вообще новые. Смотрите домик такой с бирочкой. Ребят, это все таких бабок стоит. Мы тут будем, короче, дежурить, Тим. Ждать следующий вынос. А мы сейчас, ребят, тут я загрузился. Вот набил. Вот этим выносом с хаты. Полный багажник. Поехали туда, поутались. По-моему, я Диме говорю, давай обратно вернемся и тут побудем. Потому что вынос с хаты происходит активный. И тут и елка, и все, ебать. Ребятки, вот это топ. Елочка тоже, походу, знатная. Короче, я сейчас тут все буду перебирать. Что тут еще? Вот мусорник вот такой вот. Кормилица маленькая. Это я не знаю, что это. А, это для яиц на Пасху. Так. И вот всякие крепления для ершика. Вот эта штука. И всякие крепления для стаканов, для полотенец, для швабры. Вот такая штука полезная. Складывать мыльно-рыльное. Вот такие вешалки, ребята, на дачу позабираю. Там все это поприкручиваю. Вообще топ. Только, кстати, вот это что? Я не понял. Турбогель Хейвард. А это какой-то фильтр для воды, походу. Либо подогреватель воды. Ну, тоже что-то для бассейна. А, это вот это вот. В тот прибор, который в коробке. Вот в этот прибор, оно втыкается. Да, я же сказал, вот, турбоцел. Это к нему вот такая штука идет. Ага. 719 евро стоит. Да ну нафиг. А вот этот прибор-то да сколько стоит? А посмотри вот это вот. Вот такой прибор. Ну, это американское что-то. Это заказывали люди. Да, вот оно в комплекте. Вот эта штука идет. Видите, в комплекте вот эта штука идет. Которую мы сейчас нашли во втором выносе. Хлоринатор солевой воды. 201 тысяча рублей. Ребят, 201 тысяча рублей. Охуеть. Я надеюсь, оно работает. Так, тут еще вот такая вот. Томикс. Для детей штука тоже. Вот машину. Томикс вот такая вот. И еще вот такая вот. В комплекте прям. Еще вот такая какая-то штука. Тоже для детей. Вот это очень надо. Такое на авито стоит, я думаю, тысячи четыре-три. Охренеть. Это мне как раз в машину дочь катать. Блин, как мы сейчас увезем. Как-нибудь увезем. Надо вот тут встать. Здрасте. А у вас еще много всего? Мы вон все забрали. Знаете, тут все. Жалко даже. Правильно делали. На, товарищу ванилителю. Спасибо. Мы все заберем. Мы на рынке это. По помойкам ездим. Вещи собираем. Спасибо. Да я домой, блин, такие. Нифига, какие классные. Ребят, я просто, просто в шоке. Я не знаю, как я это сейчас повезу. Буду две ходки делать. Сейчас, короче, в сумке будем все складывать, чтобы конкуренты тут не налетели. Дворник, а то еще местный придет, скажет, это мое все. Я здесь дворник. В общем, ребят, посмотрите, какую еще подушечку они выкинули. Охренеть. Подушку тоже я все забираю. Коврики от Лексуса, ребят. Мне сказали, это от Лексуса коврики в машину. Ребята, ну стоит по-любому такого бабла в Лексус какой-то, ребят. Подлокотник, вон, смотрите, подписан коричневый подлокотник. Весь комплект ковриков от Лексуса. Может, у кого-то из вас есть Лексус? Посмотрите, в ком состоянии все в хорошем. В отличном прям состоянии. Охренеть. Может, продам это по-любому весь этот комплект. Вот тут весь комплект ковриков от какого-то Лексуса. Но вот именно от какого, непонятно. Но все равно, ребят, целый комплект ковриков, я думаю, за тысячи четыре можно продать. Все это пакую. Такой баульчик. Охренеть, ребят. Таких выносов, я не знаю, полгода, наверное, не было. И все это на загородных помойках обычно происходит. Вот здесь тоже всякая детская обувь. Вот, кстати, это кожа. По-любому видно. Кожаные такие вот. Правда, не написан бренд. Но это видно кожа, ребят. Вот такие вот черевички. Макосины или что это? Туфли кожаные. Это еще всякая детская обувь. Но макосинчики вообще нормальные. Кожаные. Блин, бренд вот тут плохо видно. По-любому это натуральная кожа. Вот детская игрушка классная. Тут еще я коробку себе забрал. И вот детская одежда. Смотрите, какая. С бирками вообще. Новая. Посмотрите. Вещи новые. Такая машинка игручишная. Крутая вообще целая. Что тут еще? Всякие вещички вот. Тоже поперебираю сейчас. Вот такая куколка. Просто охренеть. Столько находок. Столько всего нам тут поотдавали, что я не знаю, как это везти. Но сейчас увезу за две ходки по-любому. Даже если постараться вот так сверху эти сумки на резинку прицепить, можно даже за одну ходку увезти. Но, ребят, я просто в восторге. Это очень круто. Сейчас будем все перебирать. Ребят, мне стало в лом делать две ходки. Поэтому я позвал на помощь своего напарника Диме. Скорая помоечная помощь приехала. Посмотрите, у него какой премиальный матис. Прям премиум. Диме. Диме. Объясни, почему тебя в видосах нет. Потому что я лутаю сейчас по ночам. Почему? Потому что находки самые топовые по ночам. Эх. А я, ребят, по ночам контент не снимаю. Ну, потому что тепло и нифига не видно. С этим не поспоришь. Реально, ребят, так и есть. Вечером, ночью находок больше. Но я же для вас стараюсь, чтобы картинка была красивая. Чтобы днем все было видно. Поэтому снимаю днем. Вот это я увезу. А вот это давай грузим. Только аккуратненько. Там елочные игрушки, всякое такое. Тут, Дим, очень много всего мне на дачу поедет. Прям и домой. Тут прям такая благодать. Не описать. Да не, нормально. Ну, давай сверху что там есть. Вот, ребят, реально хотел покупать вот такое вот кресло. Дочь возить. И тут бам, и на халяву досталось. Дим, ну как-то вот так только. Все нормально, остальное я довезу. Ну, все, двигаем в гараж. Закрыл? Нет. Сейчас бы поехал. У нас уже было такое, ребят. Ехали на машине, багажник открылся. И начали на ходу находки вылетать. В море надо. Мы выбежали. Все это барахло начали собирать. И это было прям на перекрестке. Вообще там Габелла такая веселуха была. Ого. Охренеть, ребят. Нифига себе тяги Феррари. Пума. Посмотрите, коллаборация с Феррари. Охренеть. Оригинал. Да они вообще в люкс состоянии. Посмотрите, какие чистенькие, беленькие. Обалдеть. Еще с вот такими бумажками. По-любому оригинал, ребят, 100% видно. Нифига, 45 размер. Это мой размер, ребят, на меня. Правда, я в футбол не играю. Но в таких тягах грех не просто ходить. Даже пятки целые, ребят. Кому интересны вот такие футбольные бутсыки, залетайте в мою группу ВК. Там я продаю находки с помойки, сюрприз боксы. На стену этой группы их выложу. Состояние люкс. Вообще обалденные. Посмотрите, обычно вот тут сбивают. Ну, знаете, царапаются. Они целые. Такие новые стоят вот столько. Но я гораздо подписчикам дешевле продам. В таком идеальном состоянии, ребят. И тут еще что-то. Так что, если хотите какие-то товары купить, буду выкладывать на стену группы своей. Фэшн. Еще вот такие вот 45 размера. Могу даже бонусом отдать. Сандалики, смотрите, кожаные. Нифига себе. Вот как будто кожа вот эта вот прям. Ну, такие налито, хорошенькие. То есть, вот эти бутсыки берете. А вот эти вот сандалики я отдам в подарок. Обувью кто-то закупился. Я сейчас вот эти тяги прям в коробочку красивенько упакую. Чтобы кому-то из вас, ребят, их отправить по красоте. Меня загородные кормилицы прям питают азартом и мотивацией. Вот какие виллы здесь шикарные. Ну и согласитесь. Ну, это ж точно не бедные люди тут живут. Соответственно, находочки просто топ. Не первый раз я тут топовые находки нахожу. Поэтому заряжен, ребят, очень сильно мотивацией на то, чтобы лутать загородные кормилицы. И двигаться в этом направлении. Опа. Неплохо так. Ебать, ребята. Это просто топ. Я, кажется, знаю, что это такое. Это же машинка. Лего. Как там? Техник. Лего техник или что-то такое. Джип. Охренеть. Только он недособранный. Но это таких бабок стоит. Вот тут моторы. Это лего или какая фирма? Не пойму. Тоже вот эту машинку в группу выставлю. Тхротли. Пауэр написано. Краур Геарс. Ребят, это очень дорого. Это по-любому очень дорого. Тут приводы, провода. Все это, видимо, с пульта как-то работает. Посмотрите. Вот еще какой-то робот. О! О! Вот от него колеса остальные. Раз. И вот второе колесо. То есть... А! Вот крыша, ребят. Ребят, вот крыша. Нифига себе. Я его дособираю. Я его дособеру полностью. Вот крыша. Нифига себе. Такие конструкторы, таких бабок, ребят, стоят. Вот два колеса. Все соберу. Посмотрите. Вообще топ. Еще какие-то маленькие колеса есть. Такие машинки, я думаю, стоят очень дорого. Тысяч по 20. Может, даже по 30. Охренеть. Так, надо быстрее забирать, пока конкуренты не пришли. А вот это у нас, кстати, что такое? Это тоже что-то интересное. Ну, это такая дешевая машинка на пульте управления. Пульта, правда, нет. Охренеть. Вот это я обогатился. Ребят, это очень сытно. Очень-очень сытно. Я эту машинку, думаю, продам спокойно. Тысяч за пять, если не больше. Я узнаю цены. Но для подписчиков, ребят, всегда намного дешевле. Запомните. Поэтому подписывайтесь на мою группу в ВК. Штребух называется. Именно по ссылке в описании. А то куча всяких есть мошенников, которые, ребят, обманывают подписчиков. Мне подписчики жалуются. Ну, ребят, запомните, все мои официальные ссылки, они под видосами. Именно под видосами. В описании видосов. Не в комментариях, а в описании видосов. И во вкладке о канале. Так, мне надо пульт найти управление от той машинки. Газеты, кстати, можно взять печку растапливать. Ну что, ребят, момент истины. Проверяю вот этот прибор. Акварайт для бассейна. Втыкаю в сеть. И вуаля. Что-то загружается. Нифига себе тут загрузка в каком-то телефоне. Акварайт. Прибор, ребят, стоит 200 тысяч. Я уже в интернете посмотрел. Вот к нему подключается вот такая штука. Накручивалки, переходники, которые накручиваются на эту штуку. Вот такие в комплекте прям новые. Также вот такой датчик какой-то есть. И еще вот такие штуки. Я не знаю для чего. В общем, как будто, ребят, полный комплект. Ну, по крайней мере, по фоткам в интернете, оно вот именно вот идет с этой штукой. Вот такой комплект. Показывает оно какие-то вот значения. Что-то окей. System settings. Можно все настроить там что-то. Прибор полностью рабочий. Я так понимаю, в комплекте. Кто хочет такую вот штуку интересную для вашего бассейна прикупить. Недорого, ребят. Совсем недорого. Пишите сообщение группы ВК. Ссылка будет именно под видео. Ни в каком другом месте. Только под видео. В описании видео ссылка на мою официальную группу ВКонтакте. Где вы можете прикупиться таким добром. Очередная загородная кормилица. Ой-ой-ой. Так, стоять. Так, что у нас тут? Нифига себе тут свалочка. Посмотрите, как ветки напилены. Капец, я мог бы это забрать, в принципе. Мне в буржуйку на растопку. Но там ветки сырые. Но все равно прикольно, как оно четенько сложено уже. Как будто для меня. Так, что, опа. Что-то тут есть у нас. Ебать. Это что такое, ребят? Нихрена себе. Да это вообще, блин, кубки какие-то за первые места, ребят. Победителю турнир А. Нифига себе, ребят. Капец. Вот я поражаюсь тех людей, кто кубки вообще выкидывает. Открытый кубок по шахматам. Первое место. Охренеть. Посмотрите, какой кубок. Капец, он красивый. Из него, кстати, чай можно пить. Как бокал использовать. Он вообще целый полностью. Это что, денег стоит, капец. Так. Это по шахматам кубок. А это почем? Победитель мемориала Петросяна турнир А. Ну, тоже, наверное, по шахматам. Тоже из него можно что-то пить. Чай, кофе там по утрам. Че хочешь. Нифига себе, вот этот, ребят. Капец, он красивый. Ребят, вот это, блин, топ находка. Я просто в шоке. Это мрамор. Это что-то очень тяжелое. Гран-при России. Этап кубка России по быстрым шахматам. Мемориал Б.А. Кустова. Новокузнец, 2011 год. Кустов. Роспись. И вот этот, видимо, Кустов. Капец, какая красота вообще. Ребят, я без понятия, во сколько денег это все находки оценивать. Такую память выкинуть на помойку. Я уже не первый раз нахожу кубки. Это кубки у нас все по шахматам. Выставлю их в своей группе в ВК. Все одним лотом. Недорого. Может, кому-то из вас надо. Может, кто-то из вас играет в шахматы и всегда мечтал получить вот такой подобный кубок, допустим, за первое место. Поэтому заходите в мою группу ВК. Ссылка в описании. Покупайте мои находочки с помоечки. Какие интересные лотики там содержатся. Ух, чьи-то патлы. Бля, это точно слабко, ребят. Лобковые волосы. Лобковые волосы. Фу, они все воняют. Фу. Что за шлепеточки? Ну, такие. Боевые. Вау, набор ложечек и вилочки. Вот это приятно, конечно. Какой бонус от кормилицы. Вау, нифига. Какие одноразочки. Прям красивые. Вау. Нифига себе. Хм. Блин, офигенные, ребята. И ложки, и одноразки. Прям вообще топ. Одноразочки вообще как новые. У меня есть личный дегустатор, который это все проверяет. Затестируй. Ну, бери в карман. Они прям чистые. Я не хочу их пачкать. Они прям как новые. Что-то носом завертел. Боится педали, походу, откинуть. Так, а что тут столько всего интересного? Какие-то коробочки в этом пакете. Лезвие от станков. Откуда так одноразочки выпали красиво? Они прям так лежали, меня ждали. Молочко потекло. Ну, это даже, наверное, малофья. У меня потекло от одноразок. Опа. Там какие-то сапожки, булки тут. Подставка для мисок кошачьих. А миски где? Перчоточки. Неплохие такие. Возьму. Продадутся, да, за 50 рублей. Это что, мусор? Я так понимаю, да? Нифига себе. Неплохой такой мусор выкинули. Два самоката. Ха, неплохо. Но это как-то странно, ребят. Неужели это мусор? Никого нет. Два самоката стоит. На помойке, по сути, да? Так, этот вот люфтит. Оба, по сути, на ходу. Вот этот вообще хороший. КМС-спорт. Нифига себе. Не, ну я думаю, надо их забирать, пока дворник не пришел. Ха, ни разу не находил два трюковых самоката в одном месте. Так, по одному находил, а тут сразу два. Опа. Такие пакетики красивые, чистенькие стоят. Угу. С выносом с хаты. О-о-о. Обалденный вынос с хаты, я смотрю. Нифига себе, это фирма ПОК. Это топовые, ребяточки. Обалдеть. Фирма ПОК дорогая. Вот тут под клею. Вот столько вот такие стоят. Обалденные. Ну, если я не ошибаюсь, вроде бы, да, то эта фирма дорогая. Но они очень топовые прям. Обалдеть. Что у нас тут еще? Нифига себе, какие очки. Это же чтобы паять. Ребят, это чтобы паять очки топовые. Охренеть. Это реально, чтобы паять очки такие специальные. Обалдеть. Нифига себе. Это для гладильной доски розетка, удлинитель. Вау, это грипсы для велика вроде. Нифига себе. Вот. Еще одни очки. Нифига себе. Смотри. Это велосипедные со сменными этими панелями. Топовые. Велосипедные очки со сменными панелями. Типа для ночи, для дня. Охренеть. И вот эти тоже крутые. А вот эти, а ну проверь. Это вроде, ну, для пайки, понял? Да? Топовые. Давай. И фонарик там сбоку есть. Топчик, ребят, топчик. Так, нифига себе вы нас с хаты. Давно таких не было. Вот тут еще куча всего, походу. А, тут велозапчасти. Вау. Охренеть, ребят. Вау, какие часы. Стинвейер. Какие-то брендовые. Ребят, Стинмейер. Часы. Спортивные. Какие-то брендовые. Электронные. Батарейку вставить. Ремешок надо поменять. Вот он. Оборвался. Открытки. Я вот в такой открытке когда-то деньги находил. Я думаю, может, тут все проверю. Вдруг тут где-то деньги есть. Среди этих открыток. Охренеть, ребят. Оу. Никогда такого я вообще не находил. У меня на велосипеде никогда такого не было. Это бесконтактные педали. Под них специальная обувь продается. Ноги вставляются в эти педали для велосипеда. И ты можешь крутить педали. Охренеть. Да тут и велосипедные запчасти. Педали вообще новые. Посмотрите, ребят. Офигеть. От велика GT. Это дорогой велосипед от бренда GT. Смотрите, какие педали крутые. С шипами. Широкие. Охренеть, ребят. Это мне надо. Я себе оставлю. Всякие катафотики. Ну и так какие-то ручки. Короче, я все вот прям так забираю. Мне все это надо. Вот. Триал Спорт. Это спортсмен, который на велике катается, выкинул. Открытки я походу все заберу. И уже в гараже проверю. Их так-то тоже можно продать. Хорошие открытки. Ну вот эти очки вообще топчик. И вот эти очки. Блин, капец. Сколько всего. А это что такое? А, ароматные палочки. И там флешка. А, картридер Самсунг и ароматные палочки. Чтобы пахло. Вау. Что тут еще есть в этом пакете? О, камеры велосипедные. Походу отрезанные. Ну ничего, пригодится тоже. Еще для очков ПОК. Новая эта накладка. Ребята, офигеть. Для вот этих очков накладка. Это, видимо, днем носить, а это ночью. Вау. Я на велосипеде буду кататься и кайфовать от халявы. О, это передатчик. Тут, походу, клавиатура я вижу. Беспроводная. Интро. Прикольная. И вот к ней передатчик. Такая тяжеленькая. С батарейками. Беспроводная клава. Вообще, обожаю. Классный кухт оттадать. Обожаю. Вау, это крепление для ГУПРО на руль велосипеда. Перчаточки еще побегают такие нормальные. Заглушка для руля. Маркер вообще на... А, убитый. Ну, еще для очков ПОК накладка тоже новая. Нифига, вещи всякие. Вы носхоты, ребят. Вы носхоты. Походу, мыльно-рыльный вы носхоты. Свечечка. Решил попытать удачу на загородных кормилицах. Ну, вы посмотрите, что тут с дорогой. Даже я не знаю, как я тут проеду вообще. Ой, кажется, там мопед пора мыть будет. Охренеть. Так, что у нас тут? Телевизор кто-то распотрошил. И о-о-о-па. Проводочки. Ну, это телефонная фигня. А вот от этого телекопультик. О, ты, психечка хорошая. Так, кулерок на компьютер. Управление кулерами. Антенка какая-то. Так. О, эпловский. А не эпловский. Ну, тоже блок питания пойдет. Какая-то гарнитура для компа. И вот такие вот штучки, чтобы провода соединять. Обалденные находочки. Вот этот весь пакет забираю. Ой, а что оно такое все мокрое? Вы носхоты весь мокрый. Фу. Оно сгнило уже. Странные свертки. Странные свертки. А что это за бумага? Чертежи, походу. Да, это чертежи одежды. Одежду кто-то шил и чертежи вот. Опа. Загородный вынос рамок для фотографий. Посмотрите, как их тут много. Охренеть. Три. Четыре. Еще такие красивенькие рамочки. Вот большие тоже есть разобранные. Вот еще маленькие. Со стеклами. Кто-то фотки с них подоставал, а рамки повыкидывал. Смотрите, они все в один стиль. То их продать можно по 50 рублей за штуку спокойно. Вот еще памятные рамочки. Главное их теперь мне как-то довести. Целости и сохранности. Еще такие черные. Но я думаю, я возьму вот эту вот. Оно все в одном стиле. Вот одна вот такая большая. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь маленьких вот таких. Такую тоже можно в принципе взять. Вау. Это что такое? Кармашки. Тут видимо деньги сюда клали. Не забыли ничего? Да мир. Благолол, лего. Что-то какая-то игра была новогодняя. Кто-то делал игру новогоднюю. Ну и как мне теперь это везти? Оно сейчас разобьется все. Дворники здесь сейчас орудуют. Вон идет. Что тут у нас? Кусочек техники. Ну крышечка от кастрюли это купят. Это папки. Документы. Это мне неинтересно. Где техника? Техника, 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 ребятки. Опа. Чуть-чуть алюминия. Вот это надо. О, вещевидный вынос. Так. Платье это. О, не платье новое. Прям. С бирочкой, ребят. Тогда берем. Грех от такого отказываться. А вот тут тоже вещи. А нет. Креветки. Опа. Что у нас тут на загородной кормилице? У нас хаты тут содержатся? Нет? Веревочки. Нужная в хозяйстве вещь. Но я уже на дачу себе много набрал таких. Строительный мусор. Опа. Чуть-чуть вещичек. Лоскутов, точнее, тряпок. Опа. Очень напоминает мне вот это все вынос хаты. Не, ну веревочки, конечно, это хорошо. Ребят, пусть у меня дома есть такие веревки. Все равно надо взять. Лишними они не будут. Кстати, нифига себе. Тут куча вообще огромная. Тут можно полазить. Ого. Нифига себе, Макар. Смотрите, какой сундучок. Вау. Да я его заберу, буду в него что-то складывать. Это от чего такое? Limited Edition? Армениан? Бог, Бог, Богнак какой-то. Ну, возможно, какая-то посуда была брендовая. Но сундучок вообще топовый. Прикольные штучки. Вот эти садовые от забора. Но они, блин, все убиты. А вот эта полочка. Такую, может, в гараж заберу. Вау. А тут какая-то книжка есть. Декур фасадный. Нифига. Это брошюра рекламная.